Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Бизнес и законы». Я ее ведущий Константин Харламов. И в нашем сегодняшнем выпуске я хотел бы обсудить тему здорового, правильного, полезного питания. Какие компании у нас в Казахстане работают, как они себя ощущают в режиме карантина во всем этом уже достаточно долго продолжающейся непонятной ситуации. И поговорим мы сегодня об этом с Катериной Плаксиной, партнером компании, которая производит полезную пищу. Катерина, спасибо, что вы сегодня с нами. Ну и вот для кого-то, конечно, вот эти несколько месяцев карантина, чрезвычайного положения, да, оказались патовыми. Для кого-то это очень сложная ситуация для какого-то бизнеса. Как ощущает себя ваша компания? Добрый день всем. Спасибо, что вы пригласили меня на передачу. Конечно, карантин не сказался определенным образом и на нашем бизнесе тоже, потому что часть клиентов, с которыми мы раньше работали, очень активно. Я говорю, например, про рестораны, про отели, они, к сожалению, ну вот мы знаем, что они приостановили работу на тот период и, ну, естественно, у нас поступления с этой стороны не было. Вот, но честно сказать, в принципе, это, ну вот мы смотрим на мир позитивно и считаем, что если закрывается одна дверь, то открывается другая. И мы нашли новый источник, ну, хотя он не был для нас новый, он, мы не так его развивали, как раньше. То есть это частные клиенты. И как это произошло, то есть когда объявили карантин, мы были вынуждены приостановить производство людей, отправить в отпуска, как, наверное, и, ну, многие компании. Вот, и нам пришлось выбросить все, все, что у нас росло, потому что это требует ежедневного ухода, ежедневного присмотра, и если за этим не смотреть, все просто протиснет и все. Вот, то есть мы все выбросили. И потом через буквально неделю посыпались заявки, видимо, у людей появилось больше времени посмотреть и подумать о своем здоровье. Вот, и нам пришлось вместе с партнером моим, Динарой Раскубековой, выйти и постараться обеспечить исполнение этих заявок от наших клиентов. Мы выращиваем микрозелень, проростки и ветграз. Это замечательные продукты, которые улучшают здоровье, повышают иммунитет. Ну, то есть можно сказать, что люди, находясь дома в запертей, когда много достаточно свободного времени, как-то переосмыслили, наверное, и решили больше обратить внимание на свое здоровье, как-то, ну, если можно сказать, с пользой провести вот тот самый карантин, который у нас вроде заканчивается, вроде это опять может начаться. То есть люди как-то задумались, да, о самих себе. Да, да, однозначно. И, ну, наверное, многие поняли, то есть раньше мы встречали очень часто такую критику, что что вы тут нас хотите травой накормить? Мы живем в Казахстане, мы любим мясо, мы любим вот такие калорийные, ну, вот, блюда. Конечно, это замечательно, но если вы добавите в рацион немного проростков о микрозелени, это только улучшит ваше состояние. И люди, находясь, ну, вот, на карантине, они стали более осознанно, наверное, к этому подходить. И поэтому у нас появилось гораздо больше заявок и больше клиентов. Елена, ну, вот здесь это все научно доказано или все-таки элементы маркетинга, что станет лучше, там, я не знаю, здоровье станет лучше, да, вы будете лучше себя ощущать? Есть какое-то медицинское подтверждение или как вот в этом ситуации обстоит? Ну, смотрите, я сама не медик, но мы сотрудничали и сотрудничаем с врачами-диетологами. Вот, и все отмечают, что наша еда, это вообще, это просто супер, это, извините за эмоции, это самая замечательная еда, которая только может быть. То есть у нас есть, например, заключение Казахской академии питания о том, что продукция рекомендуется к употреблению с широким слоям населения. То есть это и мужчины, и женщины, и дети, и беременные, и кормящие, и люди умственного и физического труда. Потому что мы, ну, в силу привычек питания, мы не используем такое количество овощей и фруктов, как необходимо. И вообще проростки считается, что это источник молодости, оздоровления. И, кстати, вот у нас был, мы сотрудничаем с одним замечательным диетологом Эльвирой Наврузовой. Она вот смотрела и проверяла ПабМед, в котором есть ссылки на то, что, например, Витграс, он способствует на улучшению в, сейчас я скажу, при лечении рака органов пищеварения, насколько я помню. Вот, и как бы она нас очень рекомендовала именно вот использование нашей продукции, не только она. Понятно. Такой вопрос. Вот полезная пища, это с какой стороны? Вот кто, я не знаю, родоначальник? Откуда это, не то что мода, да, откуда эта потребность к нам пришла? То есть кто законодатель в этом плане? Откуда вы свой бизнес взяли, придумали? И, может быть, какие-то технологии взяли? То есть, вот, родина. Вообще проростки использовались очень давно, еще там мореплаватели использовали проростки бобовых, как источник витамина С для профилактики цинги, например. В 70-е годы Энн Вигмар, это вот в Америке женщина, ей поставили диагноз рак. И она отказалась от всей приготовленной пищи, стала питаться проростками, витграссом и излечилась. И она создала институт во Флориде, в котором люди имеют возможность приехать и изменить привычки питания, питаться правильной едой. Это прям такая философия жизненная. И, конечно, проростки и микрозелени, они пришли к нам с запада. Но непосредственно мы, мы приобрели технологию в Красноярске, на Казахстан. У компании, которая уже больше 10 лет работает на рынке, вот, поэтому наши технологии отработанные, безопасные. Вот, и мы можем, ну, гарантировать качество продукции стопроцентное. Какие перспективы стоят перед вашей компанией? Вот вы сами себе ставите цели, задачи, то есть, вот, на определенное время, я не знаю, может быть, какой-то рост именно в столице? Либо вы будете завоевывать весь Казахстан? Вот, в этом плане, какие планы у вас? Мы об этом думали неоднократно, но мы понимаем, что, поскольку срок хранения у продукции очень короткий, 7 дней, мы, вот, кстати сказать, мы не используем никаких химических веществ. То есть, у нас есть только зерна органические и вода, больше мы ничего не используем. И поэтому срок хранения такой достаточно короткий. Вот, и производство должно находиться рядом с потребителем. Эту продукцию нецелесообразно транспортировать в другие города. Поэтому мы сейчас запустили программу по продаже технологии. Вот, и все желающие, кто хочет запустить бизнес у себя в городе, ну, подобный бизнес, пожалуйста, обращайтесь, и мы с удовольствием поделимся. И помимо технологии, вот, мы передаем опыт. Мы на рынке, ну, скажем так, мы считаем, что нам чуть больше двух лет. Нет, поскольку мы первую поставку сделали в мае 2018 года. Но на самом деле, перед тем, как запустить этот проект, ему предшествовали полтора года. Изучение вопроса, тестирование, запуска, вот, поиска технологии. Вот, то есть, это очень такой длительный пункт. И если вы хотите сделать этот бизнес, успешный бизнес, именно быстро, легко, пожалуйста, обращайтесь, и мы вас всему научим, и в вашем городе вы будете первым. То есть, это, получается, своего рода франшиза? Ну, своего рода, да. То есть, несмотря на карантин, я так понимаю, что вы очень быстро адаптировались к работе в режиме онлайн, да, потому что, я так понимаю, готовая продукция, поступает заказ, готовая продукция упаковывается и доставляется, ну, в частности, в столице, да, доставляется клиенту тут же, в этот же день. То есть, у вас, получается, несмотря на карантин, несмотря на то, что его обещают у нас снова ввести, там, разные могут быть, да, планы развития событий, и, тем не менее, вы, вот, в планах у вас развиваться дальше. Конечно, ну, мы видим большую перспективу по развитию. Что касается производства продукции, видите, это живое, это не то, что вот есть и лежит на складе. То есть, если приходит заказ, мы смотрим, если у нас, ну, как бы, нет достаточного количества этой продукции, мы говорим, на какой следующий день мы сможем эту продукцию поставить, потому что мы выращиваем. Вот, это один момент, а второй момент, сейчас, наверное, да, сейчас самое вот время, когда люди обращаются к своему здоровью, и, ну, я хочу сказать вот от себя лично, что врачи делают на самом деле все возможное для того, чтобы вылечить как можно большее количество людей, улучшить протекание этой болезни. Но если организм, ну, скажем так, запущен, если иммунитет очень слабый, то и болезнь, она будет, ну, протекать с более серьезными последствиями, скажем так, и, ну, вот, более тяжело. Вот, и поднятие иммунитета, укрепление здоровья, это в руках каждого-каждого человека. И сейчас время, когда можно более осознанно посмотреть на этот вопрос, и на вопрос питания, и, пожалуйста, мы сделаем... Понятно, да, что если сам не будешь своим здоровьем заниматься, то, особенно в нынешнее время, в нынешней ситуации, может стать очень тяжело. Да, безусловно. Катерина, такой вопрос. Вот есть такое, знаете, сформировавшаяся точка зрения, что правильное здоровье питание – это не всегда дешево, то есть оно стоит достаточно дорого для кого-то. Вот. Насколько ваша продукция доступна, и может ли ее каждый человек себе позволить, или все-таки это вот для людей, у кого заработок все-таки повыше, среднее? Ну, смотрите, я считаю, что эту продукцию, в принципе, может позволить себе практически каждый человек. Почему? Потому что, несмотря на стоимость, ну, например, вот проростки зерен стоят 1200, да, упаковка, или там проростки микрозелени стоят там 1800. Вот. Но это не означает, что надо съесть эту коробочку за один раз. То есть вы за срок хранения за 7 дней просто по горстке, по ложечке добавляете в тарелку, обогащаете свой рацион. И если сравнивать с количеством денег, которые мы тратим в аптеках, когда вот врач по протоколу выписывает, то есть мы приходим, это 15-20 тысяч тенге. Вот. Еще плюс анализы и все остальное, прием врача. Вот такая вот небольшая порция проростков, будь это проростки зеленой гречки, или ядра подсолнечника, или пшеницы, пожалуйста, или зелень, гороха, маш, люцерна. То есть вы поднимаете свой иммунитет, и это совершенно несопоставимые цифры. И более того, это происходит органическим путем. Это здоровый путь без каких-то побочных последствий. Ну, то есть лучше потратиться на вкусную и полезную пищу, чем потом потратиться в аптеке или лекарствах? Конечно. Ну, это моя точка зрения, если кто-то считает по-другому, ну, пожалуйста, у каждого есть выбор. Да, у каждого есть свой выбор. Правильно. Годелина, что касается конкуренции в Казахстане, в частности в столице, как вы себя ощущаете, как вы уживаетесь, выживаете на этом рынке? Насколько вот сильно конкуренция? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что рынок растет, у людей все больше и больше интереса к этой продукции. И, ну, все равно рынок находится в начальном этапе развития. И, наверное, компании, которые на таком уровне производят эту продукцию, ну, я не постесняюсь сказать, что мы единственные. Почему я так говорю? У нас, во-первых, есть заключение Казахской Академии Питания. То есть это очень серьезный шаг. А второй момент. Нашу продукцию проверяла санэпидемстанцию правдилами президента. И то есть тоже, как бы, у нас мы открыты, мы делимся этими протоколами о том, что качество продукции очень высокое. То есть никаких посторонних веществ, микроорганизмов или еще чего-то в нашей продукции нет. То есть ее можно смело употреблять. Сейчас появляются компании, которые пытаются заниматься, ну, выращивать эту продукцию. Но вопрос, есть ли у них эти сертификаты, где они производят эту продукцию. Потому что риск большой заключается в том, что эта продукция не подлежит термической обработке. То есть вы просто промыли и добавили в салате к себе, да. И если была нарушена технология, очень высок риск, что будет развиваться патогенная микрофлора. То есть будут бактерии. И вместо пользы, которую вы ожидаете от проростка, вы получите вред. Вот, поэтому если вы покупаете, ну, может быть, более дешевую продукцию, там, ну, вы всегда справляетесь о том, есть ли декларации, есть ли сертификаты необходимые. Понятно. Такой вопрос. Ну, пока картина, в принципе, в вашем случае, для вашего бизнеса, ну, выглядит достаточно неплохо. Вы улыбаетесь, вы четко видите перспективы развития, предлагаете на другие города свои технологии. Вот. И все же наверняка есть какие-то вопросы, либо проблемы, либо, может быть, какие-то меры государственной поддержки вы бы хотели, чтобы у вашего бизнеса именно был вот здесь. Как обстоятельства? Ну, смотрите, начну я с проблем. То есть мы маленькие, да, это вот бизнес, который мы развиваем на свои собственные деньги. И, конечно, когда мы приходим на переговоры с супермаркетами, ну, это из серии плетью обуха не перебьешь. То есть, ну, мы сталкивались с такой ситуацией, что, например, мы, у нас условия хранения 2-7 градусов, вот, и эта продукция хранится 7 дней. Мы приходим в супермаркет и видим, что продукция на полке уже испорченная. Вот. Почему разбираемся, оказывается, холодильники, ну, там другая температура стоит. Мы просим, разговариваем, изменить эту температуру, куда-то, может быть, переставить нас. Вот. Ну, поддержки в ряде супермаркетов мы не нашли. И из-за этого мы, ну, из этих магазинов просто вышли. Потому что для нас очень важно, чтобы конечный потребитель получал качественную продукцию. Вот это один момент. Второй момент, который, ну, мы столкнулись и тоже мы вышли из этих магазинов уже, это касается сроков оплаты. То есть, мало того, что мы отдаем наш товар на реализацию, еще, там, месяц-два мы ждем оплату. Ну, то есть, это вообще очень сложный вопрос. Вот. Ну, мы разорвали с ними отношения, конечно. Вот. А что касается мер государственной поддержки, мне кажется, что государство делает очень много, потому что субсидирование ставки – это очень хороший шаг. И если у тебя есть четкое видение и понимание того, что ты хочешь, есть бизнес-план, есть там рассчитанная модель, есть какое-то предварительное маркетинговое исследование, подтверждающее цифры, то как бы смело можно привлечь деньги. Кроме того, можно привлечь инвесторов, потому что сейчас есть категория людей, имеющих деньги, которые думают, куда бы вложить, потому что старые инструменты не работают, ну, например, та же недвижимость. Ну, или работают не так, как хотелось бы. Катерина, как Вы думаете, вот, несмотря на то, что, ну, мы страна, которая любит достаточно много поесть, да, у нас большие столы всегда, очень много разных блюд, калорийный зачастую, и все-таки вот страна готова уже к такому, ну, знаете, вот где-то уже перестраиваться, уже где-то менять свои какие-то вкусовые привычки. Вот в этом плане перспектива для Вашей компании наверняка имеется? Я надеюсь, да, потому что на самом деле это такой очень интересный вопрос. Нам, ну, иногда нам говорят, как Вы хотите, чтобы мы ели эту траву, мы не будем ее есть, мы любим мясо. Вот, но на самом деле здесь нет никакого противоречия, потому что сочетание мяса с зеленью – это вообще самое лучшее сочетание. И добавление проростков, там, пожалуйста, ешьте бешбармак, ешьте плов, манты, что угодно, но добавьте салатик, добавьте клетчатку полезную, вот, и, что называется, и будет Вам счастье, потому что организм почувствует это, и будет лучше работать, лучше переваривать, потому что вот в проростках и микрозелени содержится огромное количество витаминов, минералов больше, чем уже во взрослых растениях. Ну, вот если мы сравниваем укроп, петрушку, например, и там зелень подсолнечника, зелень гороха, вот, пожалуйста, там содержание полезных веществ, оно, ну, несопоставимое, гораздо больше. Просто надо обогащать свой рацион, добавлять, и, пожалуйста, ну, как бы эти привычки и пристрастия, то, что мы любим, ну, без этого мы никуда не уйдем. Пожалуйста, но надо лучше добавлять полезного немножко. Что ж, Катерина, спасибо Вам большое за интересную беседу. Ну, Вам, конечно, хочется пожелать, чтобы Ваш бизнес расцветал, чтобы Вы уверенно себя чувствовали, чтобы уверенность была и в завтрашнем дне, чтобы, действительно, все, что необходимо для того, чтобы Ваш бизнес рос, увеличилось, конечно, количество рабочих мест, которые Вы создаете, увеличилась, не знаю, налоговая база, да, то есть, ну, пусть все будет хорошо, вот, если по-простому сказать. Ну, и, конечно, хочется пожелать нашим людям, чтобы они обратили внимание на полезную пищу, потому что, ну, действительно, наверное, правильно, мы сегодня в программе сказали, что лучше потратить деньги на полезную пищу, чем потом эти деньги внести в аптеку. Поэтому всем желаю здоровья, Вам, Катерина, в том числе, и нам тоже. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. На сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. Удачи Вашему бизнесу. И не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok